Беспрерывная оружейная канонада Беспрерывная оружейная канонада, то здесь, то там слышны выстрелы Специфическая экипировка, поезд, на нем магазины от ружья Обязательно наушники или беруши, очки и главное, гладкоствольное ружье Так проходит чемпионат России по практической стрельбе из гладкоствольного оружия Около 200 участников, обширная география от Новосибирска до Калининграда Практическая стрельба в последние годы стала популярным увлечением Немного истории Лет 15 назад на немногочисленные стрелковые тиры выезжали в основном люди, имеющие охотничий билет Стрельба по тарелочкам считалась популярным тренингом у истинных охотников Но с развитием так называемого вида спорта по системе Международной Федерации IPC Завсегдатые охоты постепенно забросили стрельбу по тарелочкам и ушли в практическую стрельбу Конечно, не все В России эта специфика была связана с тем, что практической стрельбой начали заниматься люди с оружием Кто это? Это охотники, у которых на руках было оружие какое-то Они его приспосабливали по практической стрельбе А потом, вы же знаете, в середине 2000-х годов появились пистолеты «Спортивный викинг» И начали с пистолетов стрелять До этого не было Практическая стрельба зародилась в одном из штатов Америки в конце 50-х годов За несколько десятилетий претерпело множество изменений В середине 90-х этот спорт стал известен и в России Изначально стреляли из пистолета, но со временем в программу IPC вошли все виды оружия Пистолет, карабин и гладкоствольное ружье В настоящее время самым крутым спортсменом считается тот, кто принимает участие в триборе В которое входит пистолет, карабин и гладкоствольное ружье У каждого стрелка есть свое любимое Мне очень нравятся гладкоствольное оружие и карабин Пистолет Пистолет у меня, соответственно, последний в этой позиции То есть сначала карабин, потом ружье, потом троеборье, а потом пистолет С такой последовательностью А еще сложнее стрелять? Карабин самая сложная дисциплина Почему? Потому что большие дальности И карабин, он включает в себя приемы технические, как стрельбы, стабилизация, стрелковая позиция из всех дисциплин Как из ружья, нужно так же быстро стрелять, как и из ружья, ближняя дистанция Так же точно стрелять, как и из пистолета Но при этом присутствует дистанция до 500 метров Надо уметь быстро занимать стрелковую позицию И делать этот точный выстрел Перемещаться, другую позицию занимать Делать там серию быстрых выстрелов И варьировать темп стрельбы Стойку, вкладку, в зависимости от дистанции Это самая разносторонняя дисциплина То есть, если мы вернемся к истокам То пистолеты и ружьи нам нужны, чтобы добежать до карабина Практическая стрельба считается динамичным видом спорта На нынешнем чемпионате России в Тольятти Для победы нужно пройти более 30 огневых рубежей Каждый имеет свою степень сложности Иногда казалось, что с одной точки можно поразить все мишени Но это только на первый взгляд Упражнение номер 16 Упражнение короткое 8 выстрелов, дробь На упражнении 4 металлические тарелки 4 попера И 1 штрафной попера, окрашенный красным цветом В чем сложность этого упражнения? Сложность этого упражнения заключается в том, что у стрелка есть возможность поразить Практически с одной позиции массу мишеней Но это дело его осложняет тем, что закрыт штрафным попером Если стрелок уверен в себе Он уверен, что не поразит штрафную мишень Он может сделать ее с почти 5 мишеней с одного места Перебежать и стрелять еще 3 То есть если человек чуть менее уверен в себе Не хочет получить штрафные баллы Он отстреливает 4 мишени Делает перебежку и отстреливает остальные 4 Впражнение средних 16 выстрелов Сложность заключается в разбитии угла Можно нарушить правила разбития угла безопасности Очень жесткий угол безопасности, поэтому оно считается сложным Минимальное время на выстрелы и минимум штрафных очков Главная составляющая для победы За несколько лет в практическую стрельбу пришло много новых людей Год-другой и они начинают принимать участие в крупнейших чемпионатах России Выезжают на международные турниры Дмитрий Голубь занимается практической стрельбой чуть более года Не побоялся выйти на рубеж с именитыми стрелками Решил первый раз выехать, попробую на свои силы Пока получается с переменным успехом Все-таки упражнения соответствуют уровню достаточно сложным Что не хватает, что хватает вам? Вроде бы точности хватает Держать в уме и мишель, то есть какого места нужно поражать Ну и вовремя перезаряжаться, конечно Стрельбой увлекся случайно Сначала хотел просто купить ружье, чтобы стояло в сейфе На всякий случай, для самообороны Надеяться, что все же оно не понадобится Чтобы получить навыки стрельбы, пришлось выехать на полигон в кир И что было самое сложное для вас, когда вы начинали стрелять? Ну, первое, чему надо действительно сначала научиться Это безопасно обращаться с оружием То есть постоянно контролировать палец Постоянно направлять ружье только в безопасном направлении Вначале это требует некой концентрации Но по мере набирания опыта уже это все проходит автоматически Среди стрелков больше, конечно же, мужчин, меньше девушек Но это, наверное, временное явление Слабый пол чаще стал выбирать для себя в качестве постоянного увлечения А вот вы оружие купили для чего? Для защиты? Для спорта. Я вот попробовала, первый раз мне очень понравилось Решила заняться этим спортом более серьезно, чем и занимаюсь по сей день Понятно. А первый раз, первый, вот самый первый раз ваш выход на рубеж, помните? Да, конечно Какие ощущения? Было очень страшно Сейчас уже полегче, это уже второй сезон, в котором я участвую Уже ездили за границу, выступаем в разных городах Уже немножечко увереннее себя чувствуем Все равно каждый раз волнуешься, на самом деле Выступить лучше Когда вы ходите на рубеж, что дрожит? Ноги, руки? Руки, у меня руки Даже держишь оружие, переживаешь, чтобы все сделать правильно С первой попытки не всегда получаются Но мы с этим работаем, боремся, чтобы этого больше не было Волнение, оно присутствует в основном у начинающих строков Когда под сотни тысяч выстрелов из каждого вида оружия Волнение постепенно уходит, потому что затренировываются все возможные комбинации И ситуация, манипуляция с оружием И занимаешься только осуществлением плана Волнение мешает осуществлением плана на упражнения Поэтому постепенно избавляемся от него Все волнение, оно до матча, может быть На матч выходишь и как робот работаешь Безопасно, быстро и метко Это, пожалуй, основной девиз спортсменов, увлеченных практически стрельбой Год-другой из новичка человек переходит в категорию продвинутого фаната или специалиста Для которого в практической стрельбе важно все От оружия до экипировки Для тренировок и участия в соревнованиях требуется снаряжение Которое будет обеспечивать стрелку удобство Легкость извлечения магазинов в любых положениях И при стремительных перемещениях из одной точки в другую В то же время должно обеспечиваться надежное удержание оружия снаряжением И исключение его случайного падения В классах карабин и гладкоствольное ружье Нет ограничений по используемому снаряжению и его расположению Единственное условие – его удобство и безопасность Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова